МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАLynne. -"Nezapomínil jste tady." -"Promínu." -"Promínu." -"Dvažní přátelé, dobrý večer." -"Velké záklavě na Moravě," -"V roce 1997 způsobili, že byl zátopený archiv místního pochotníckého divadla v Červeném rodě. -"Promínu." 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 Но он открыл и тьемство, которое много лет трапило все цевермановские бадатели. В каждой цевермановой хрике, в ежи же тексты, мы были в позыставствии херцов его колчайской сполочности. Вискитоялся праведельно волненый лист, написанный имели. С днем данной храни не было никакого совместа. Было это проблемой с храком, а до кредитов, когда нам коллега Кадабит проявил, что этот текст оймели, днём между охотники в железном роде в пополарном. Один о универзальный диалог, использованный в трем-коли мисте, в трем-коли хри. Но что обе-то цемерна его написано? Была это его невлажная скушеность с наповедом. З младого наповеда, старый Кречка, стал по лету старый Кречек, который во своем джиере под явищем шастло усминал, а киженый text в правую хвили, как мы в дивадельнице говорим, неходил. А в критический окамзик, когда Херци се лвал память, а вместо спасного слова позывало се с наповедной будки крапанец, то был част про Семерманову имели. Так, dejме тому, что в подсадке, что здесь на явище зазнело, была върта «Пришел сем ухажет о принцезню Златого ласку». На то се розхостило тратное тихо. В те хвили се някто на сцене копил анициативи а пронесло плнень върту приправлено диалогу. «Копак златого ласка?» «Але й мелі». Наследний text был вшем малокрид преднесен, аж до конца, потому что справита брзи сплнил свой учел. Точище приймет кречка, аби се пробудил а за свои діры злобу вазал. «Але ви си його истя ради послепнете целе. Просим, колеги, аби його пришли пречист». А я уже се розлучим това върта, которая мяло по имели отеврет. «Пришел сем се ухазать о принцезну Златого ласку». «Копак златого ласка?» «Але Мелли!» «Чим ли сте си, что со летос уродило Мелли?» «Страшне! По корону на строму то випадала како не како орли хнизда». «А видите, что Мелли е си совпасник?» «Дете!» «Ну ёо, ми нас обходиме се синим. Кажде Ванноце». «А кое је правди на том, че, при нашей стерсти?» «Исти, инак ви то люди не куповали». «А як ви то трхате?» «Ну, син милази на строму сетилку, а я чекам таде доле». «А як се дорозумевате?» «Так я на нье все зездула заволам, «Хайде!»» «Дете, а ко биди, что син хода високо а не слиши.» «Такто, То есть, что нужно еще разговаривать? ХАВЕ! А что ты? Ты, когда уже мальчик на связи, так он снова звонит, так уж бы ты ходил! Но он ходил, аж когда это больше, да? Ну да, это всегда на руках. А я то слышу, когда что-то падает? Ты знаешь, что-то. Так это бухнет. Так это бухнет рано. Кому не верю? Где-то все твои дети? Ну, не лжу вам. Так это бухнет рано. Ну, то бы пробурило и воля. А вот. Замерман и сладок. В Хре Африки служил в великую хору, Иосифу Ваславу сладковой. Того си важил не менее из всех ческих басниц. А то и потому, что сладок, как длобозитый редактор Часофису Думир, витрвально вернулся все его баснические покусы. Но нельзя се тому дивить. Сладкову натурал была Цимурманова коэзия, очень близкая, поэтому сладок не тиснул его вершин. Несмельно, например, уритек со сладковой басни Домов. Домове, домове, драхи и единые, нејдражі, нејсладші, на свята кончені. Инде сју красніші, инде сју щасніші, а тисме всјі власті, ми, миліші. А тјд си представьте, как би се в Думиру ведле себе снащали сладков домов а Цимурманова цизина. Цизино, цизино, драха і вздалена, як је ми тесна та домаці халена. Инде сју щасніші, инде сју красніші, наприклад, в Японску. Познал сју бјењші. А оба киньоје се сеткали на кошті без вірозе. А тото сеткані пак преросло в прателстві на целі живот. Цимурман тотіж пусобил краткий час како поштмістр в пасникові родишті. А сладков дне сладков дне потрат послаћ пасен до заживеће лумир. А пвели тому, че термін додањ до тискарни тако фритайц холдрел, решили послать вершек на телеграмму. Представьте себе ситуацию. А была это, в ходе окончания, одна из его прекраснейших песней лесных студентов. Представьте себе ситуацию. Joseф Вадслав сладок приходит на... ...пошту... Промните, что я на вас всегда смотрю, но вы, как и Юсиф Вадславу сладков, неизбежно? Нет, нет ли вы родине ни в родину какая-то вы знаете, что они не знаю? Не? Но ничего. Я сейчас омлублям, так что... Представьте себе ситуацию. Вадслав Вадславе сладок приходит на кошту а диктует до окенка та шаровна слова о кристиановой студенте, где нехлубше есть лес, где ростет тмаве капрадьи и бухол в руде в лес. А Симрманов проще хвили указывает это все, тревадит до печек и чарек. Но в момент, когда сладок диктует завершенные четырверщи, телеграфистовая рука заразит. Пасен, к которому стадо неодмислительной сообществой всех чешских читанек, автор узаврел днес ниж не знаменими словами. Кыж усноу лесу глубокое а колом тихо ест, ту старый водник с русалко chce до студанки влезть. «То снад не, мистше», зволал Симрман. «Такова краса неможет скончит, так поклесл эротикоу. Мислите, неистов вас? А как бы сте то укончили?» Симрман се замыслил а в тетто хвездне, в тревжене, зурочил своя шкопності, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проминь то, Каличаво. Я тоже говорю с вами. Пратер Отец Силл Методей. Ано. Я попросил его пару слов. Но, действительно, пратер Отец Силл Методей, только пару слов. А днём живет в Признивый Витер. Ано, дорогие мои. Признивый Витер, это то, что каждый из нас в своем жизни прежет. Но, что это прежний Витер? А что это не прежний Витер? Часто в своем жизни дякуем осаду, что нас взял с правым смером. А потом прежнивый Витер, который нам стал прежним, был наоборот непрежним. Дякую, Браку, Отец Силл Методей за его слова.